В восьмой главе мы с вами слышим о вере Сотника. И вот эта вот вера, вера Сотника, дорогие братья и сестры, очень поучительная. Очень поучительная для каждого из нас. Например, даже в том, что как можем помолиться за наших близких, которые сейчас находятся на Украине, несут службу, защищая наши рубежи, мирное население, защищая. Дорогие братья и сестры, часто мы можем услышать о том, что нужна вера самого человека. Да, да и аминь. Это действительно очень важно. Но помимо всего этого, никуда не уходит и вера нас, а наших близких. И вот этот пример с Сотником, он как раз и показывает, что там где-то лежит человек болеет, но при этом достаточно чего? Достаточно веры самого Сотника. По его вере, по его вере Господь совершает чудо. И не просто совершал чудо, а Слово Божие говорит, что весьма удивился Спаситель вере этого человека. И похожую ситуацию мы видим даже в следующей главе. Вот сегодня мы прочитали с вами пока 12 глав Евангелия от Матфея. Это восьмой главе про Сотника. А в девятой главе мы видим как раз вот эту историю четырех друзей, которые приходят и разбирают крышу, приносят расслабленность, то есть парализованного с его товарища, приносят к Спасителю. В дом войти не могли. Почему? Да потому что полно народа было. Не как сейчас, к сожалению, в храме. Полно было народа. И пройти не могли. И вот они разбирают крышу, и кто-то мог бы взять и возмутиться, на меня мусор сыпется, там еще что-то. Кому что-то? Кто о чем думает? Но здесь самое главное – это совсем другое. Иное было. Спаситель дает исцеление этому парализованному человеку. А Слово Божие мы сегодня читали. Спаситель увидел веру эту великую у парализованного? Нет. Там ни слова об этом не сказано. Там сказано Господь. Христос, видя веру этих четырех друзей, которые совершали это, крышу разбирали, по их вере, говорит тому, бери свою постель и иди топай домой. Вот как. И исцеляет его. Дорогие братья и сестры, по вере нашей, Господь сможет поддержать наших близких, которым очень не сладко, очень тяжело. Те близкие, которые несут, несут действительно тяжкое вот это бремя, далеко от близких, от родни. И неизвестно, как сложится их судьба. Вот бывает такое, что у нас новопредставленный воин, он же не новопредставленный, но воин Александр, вчера хранили, а узнали, что 2 октября там убили его. Или вот Дионисия, тоже, когда после января мы узнали о нем. А погиб когда, 4 октября. То есть, вот такие вот моменты, когда мы не знаем ничего о наших близких. А как поддержать их? Помолиться. Почему в храм люди мало идут? Как еще Богу напомнить о себе? И здесь, дорогие братья и сестры, в первую очередь, для нас необходимо что запомнить? Запомнить, что по нашей вере Господь может совершить великое, великое и недоступное. А для того, чтобы он так вот это совершал, чтобы он делал, надо нашу веру являть, показывать. Что далее мы видим? В 9 главе мы видим затем призвание Матфея, это человек, который написал первое Евангелие, чьи Евангелия мы сейчас и читаем. Он был мытарем. И здесь еще следующая история, дорогие братья и сестры, он был мытарем.